По принятию он их, он начал простирать руки. Ему поднесли теплоту, но он головой указывал на потиры, взял ее в руки, прижал ее к сердцу, начал его лобызать и горько рыдать. После соединения со Христом он еще живее стал молиться, и среди ежеминутного призывания имени Иисуса обращался к нам, предстоящим, и говорил «Спасайтесь! Спасайтесь!» Не только жители Москвы, но и соседних деревень и городов приходили к старцу на поклонение, ибо слух о его болезни везде распространился. В таком дивном молитвенном состоянии он пробыл почти пятьдесят часов, а двадцать седьмого на двадцать восьмое он, видимо, стал слабеть, дыхание стало прерывать. В седьмом часу медленно стали читать отходную, и при чтении последнего стиха мирно и свято предал он дух свой Господу Богу. В течение четырех дней толпа народа не выходила из обители, надгробное пение не умолкало, слезы любви и благодарности орошали останки праведника. Митрополит его погребал. Во время отпевания он горько плакал и несколько раз при прощании целовал с благоговением десницу мужа, исполнившего закон Христов и исполненного божественной благодати. До вечерней не могли закрыть его могилы, потому что, может быть, две тысячи человек стремились слабызать его гроб и поручить себя его предстательству. Кончина задонской старец Ефимии Григорьевны. Старица Божия Ефимия Григорьевна, пишет отец Зосима, скончалась 15 января 1860 года в 9 часов вечера, а 18 января отец Архимандрит в соборне служил позднюю обедню за упокой ее души в Царстве Небесном. Из 14 января монахами в облачении отправил по ней погребение, и тело ее предал земле. Могилка ее в часовне рядом с затворником Георгием по левую сторону, а справа покоится схимонах Митрофан, которого она тоже лично знала и бывала у него, и пользовалась его советами и наставлениями. А в месте ее покоя, чтобы ее в часовне похоронили, приказал еще покойный батюшка, затворник Георгий и великий старец, отец Иларион из Троекурова, где ныне женская община. Да я ее и сам много любил, почитал и уважал, вот уже 25 лет. Зато взаимно и она меня любила, нежно как сына и берегла как свою душу. В духовном отношении ей открыты были от Господа все мои чувства и мое сердце. Чего было сам я за собой не досмотрю, а она меня предостережет и наставит. По ее собственному желанию, я ее 9 января в субботу в 4 часа вечера соборовал святым Елеему. В воскресенье 10 после ранней обедни исповедовал и причастил святых тайн тела и крови Христовых. В четверг 14 еще приобщил ее святых тайн и прочел отходную. В пятницу за час до смерти я был у ней, и все время она была в чистой памяти и говорила. За 4 дня до смерти она стала очень хорошо слышать, много лет бывшая крепко на ухо. Скончалась, как заснула. Стояла в теплой комнате, но запаху никакого тяжелого не было от нее. И не распухла, она против еще мертвая похудела. Лесо ее было чистое, приятное и светло-желтое, как восковое. Она посила потрудившись всем в свете 115 лет. Но удивительно то, что на головке ее волосы не посидели, но черные. Она с нетерпением все желала поскорее переселиться в вечер, совсем часто просила Господа Бога. Жизнь стареца во всем была преисполнена чудес. Она была вроде еродивой, но не всегда, а это на нее находило временно. Назад тому 65 лет, когда она жила в своем селе, в Келейке, вдруг случился ночью пожар. Это было зимой. Зазвонили тревогу. Она встала и побежала по селу Басая в одном белье, и, подойдя к дому, приказывает огню со властью так. Огонь! Иди сюда, жги этот дом. Тут живут великие грешники нераскаянные. Огонь повиновался ей рабски. С места пожара свяща же летели головни, с огнем и зажигался дом, как бы далеко от пожара ни был. И так несколько домов вымела она. И это все она делала вне себя. Опомнившись, она опомнилась в доме священника. И когда увидела себя полураздетую, ей стало совестно всех, она оделась. Это верная история. Она сама мне рассказывала еще многое. В дополнение к рассказным случаям приведем еще два подобных случая праведной кончины по рассказу лица достоверного. В 1860 году пишет Ф. В городе Владимир умирала благочестивая и многострадальная старушка, жена священника. Перед кончиной захотела она принять Илья освящение. Приглашены два священника с притчатами. На соборовании маслом больная Ермасы канона повторяла пением за духовенством сама. И все таинство приняла бодренно. По совершению Илья помазания священники отец Максим В.И.Н. спросили больную, как чувствуете себя? В груди боль у меня прежняя, отвечала она. Но на душе радостно, несмотря на болезнь. Часа за два до прихода вашего видела я вот здесь, перед столом, стоявшим у дивана большой, больной, Божья Матери, перед ней преподобную Зосиму и Саватия. Спустя два дня полсоборования благочестивая старица приставилась, удостоившись благодатного утешения, которое и спрашивается в молитве к Богоматери в конце повечерия. «Предстань мне, причистая дева, богоневеста, владычица, и во время исхода моего окаянному ее душу соблюдающий, и темные зраки лукавых бесов далече от нее отгоняющий». Кстати, присовокупим заметку о контину старца Парфения, замечательной по ее времени. Под изображением известного многим подвижника отца схиера монаха Парфения Киевской лавры ближних пещер начерцана подпись из записок покойного «Будь благословен, преблагословен, и треблагословен день благовещения Богородицы. Несомненной моей надежды, отныне 1845-го рока и до века, Аллилуйя, неключимый рабский монах Парфений». Благочестивый и незабвенный старец записал эти слова для себя, для всегдашнего себе напоминания о чудесном явлении ему, причистой Преснодевы, в самый праздник благовещения ему бывшим. Замечательно, что и скончался он много годов спустя после видения в праздник благовещения. «Предзнаменование кончины людей из более близкого нам времени». «В 50-е годах в Москве заболела родная моя тетка Елизавета Петровна Смаллан», рассказывает госпожа Пасек. Болезнь ее, сначала казавшаяся ничтожной, как-то странно развивалась. Ни на что не жалуясь, тетушка слабела и, наконец, легла в постель. Лечил ее друг нашего дома, известный медик Константин Иванович Скалогорский. Один из лучших людей, человек добрый, религиозный. Болезнь тетушки с каждым днем усиливалась. Наконец, больная стала впадать в бред и беспамятство. Видя ее в таком положении, я однажды осталась у нее на ночь. Это было во время святок. Кровать тетушки в начале болезни переставлена была из спальни в гостиную, с которой она как заболела, так и не вставала до кончины. У внутренней стены гостиной находился большой диван, на котором с наступлением ночи я прилегла, не раздеваясь. На другом конце дивана, прислоняясь к подушкам, полулежала невестка моя, жена моего брата. Подле дивана на скамеечке сидела молодая женщина, Александра, находившаяся у тетушки в услужении, и гордочная девушка лет двадцати пяти, Маша, дочь крепостного ее человека, служившего у тетушки самого ее замужества. Между ними на столе стояла свеча под зонтиком, чтобы не тревожить излишним светом больную. Больная была в бессознательном состоянии, временами бредила, временами стихала. Спать мы никто не могли, и тихонько разговаривали. Из гостиной дверь выходила в залу, и залу в переднюю, а оттуда в сене и на большой двор. Дом был деревянный, комнат в десять, одноэтажный. Улица тихая. Наступила минута, в которую мы все как-то смолкли, и вдруг услыхали необыкновенный громкий стук в дверь, выходивший из сеней в переднюю. В этом стуке было что-то до такой степени странное, что мы невольно переглянулись. Кто бы мог прийти в такую пору и стучать так сильно, сказала я. Должен быть приехал Константин Иванович, сказала Александра. Я пойду посмотрю. И отправилась. Ждем, ждем. Является Александра с изумлением, расстроенным лицом и говорит, никого нет. Я вышла во двор, по двору ходит сторож, ворота заперты, на дворе нет никого. Спрашиваю сторожа, не приезжал ли кто, или не приходил ли кто к хозяевам. Большой каменный дом которых находился в глубине двора. Сторож сказал, что он никуда не отлучался, и во двор никто не проходил. Ночь стояла тихая, светил полный месяц. На дворе сильно морозило. Было ясно, точно днем. Поговорили, потолковали мы и разместились по-прежнему. Но едва только немного успокоились, как такой же самый вызывающий стук, или скорее грохот, в дверь. Послышался из передней в залу, куда Александра и бросилась, говоря, Константин Иванович. И точно же возвратилась бледная, расстроенная. Никого нет. Что это за стук? Ни в передней, ни в сенях нет никого. Молча мы посмотрели друг на друга. Больная лежала без сознания, не открывая глаз, и временами произносила невнятные слова. Мы опять сели. Я и невестка моя прилегли на двух противоположных концах дивана, и горничная уселась на скамейке подлина. И только что у нас начался разговор, как над самым диваном раздался на карнизе такой оглушительный грохот, что мы моментально вскочили с дивана. Казалось, карницы и потолок разрушаются. Другие также бросились в своих мест. Все были бледны, у всех на лицах выражался ужас. Остаток ночи никто уже не ложился. К дивану мы боялись приступить. С наступлением дня тетушка пришла в себя, слабым голосом передала мне некоторые распоряжения, и к обеду опять стала впадать в забытье. Одна из самых близких к тетушке дам подошла ко мне, говоря, «Видите, близок конец. Хорошо бы заранее заготовить все, что надо, в чем положить. Вы бы съездили в город и купили?» И сказала, что купить. Я немедленно отправилась по пути на минуту, зашла в свой дом взглянуть на детей и кое о чем распорядиться. Но не прошло и четверти часа, как ко мне прибежали от тетушки и сказали, «Не извольте ездить в город. Катерина Петровна поехала». «Пожалуйте к нам». Я тотчас отправился. Вхожу во двор. Меня поразил сильный запах ладана. В сенях вперед не запах был еще сильнее. «Верно, все кончено», спросила я вышедшую ко мне навстречу горничную. «Нет еще. Они не скончались», отвечала она. «Что же это ладаном вы накурили?» «Да у нас ладан и в доме-то нет», отвечала она. «А вот как вы ушли, то по дому и даже по двору ладаном запахло. И сами не знаем, откуда этот запах взялся». Я прошла в гостиную. По всему дому был сильный запах ладана. Тетушка лежала в агонии с закрытыми глазами. Вскоре приехала с покупками Катерина Петровна, женщина глубоко верующая, и сказала мне, «Видите, как тетушка страдает, а умереть не может. Вероятно, над ней тяготеет чье-нибудь неудовольствие или клятва. В нашей церкви есть молитвы, которые разрешают и примеряют». «Очень хорошо. Пригласите священника», отвечала я. Точно спасали за священником. В углу спальни на маленьком столике затеплили небольшую восковую свечку. В комнате воцарилась глубокая тишина, несмотря на то, что было человек до десяти присутствующих. Слышалось только тяжелое дыхание умирающей. Вошел старичок-священник с молитвенником в руках, благословил умирающую, стал перед образом и начал читать примирительные молитвы. Я слышал их в первый раз. Они поразили меня глубиной содержания и трогали душу простотой и искренностью любви. Чем долей читал священник, тем дыхание больной становилось тише. С последним словом молитвы, вероятно, примиренный дух ее отлетел в вечность. Сколько мне помнится, родительница тетушки кончила жизнь в неудовольствии на нее. Тетушку я очень любила. Это была замечательно умная, строго нравственная женщина, глубоко уважаемая всеми, кто ее знал. Мисс Хатти Доути 21 года от роду, старшая дочь мистера Доути из Уэйланда, более года страдала страшным недугом, называемым медициной чахоткой. Но в постель слегла она не более как за неделю до кончины. Я видел ее ежедневно, иногда и по нескольку раз в день, беседовал с ней о разного рода житейских предметах. И вполне убежден, что она была психически нормально, сохранила свои умственные способности до последних минут жизни. В религиозных вопросах она была до некоторой степени скептична. И, как я слышал, не любила говорить о теориях, касающихся загробной жизни. В продолжение утра 14 августа Мисс Хатти Доути начала быстро угасать, и любящая мать ни на минуту от нее не отходила. Около полудня она, видимо, ослабела, и многочисленные друзья ее собрались вокруг ее кровати, каждую минуту ожидая ее последнего вздоха. Обильный холодный пот покрывал все ее тело, большие глаза сделались мутны, веки закрылись, губы и оконечности пальцев похолодели, как мрамор. А вскоре пульс остановился, и дыхание прекратилось. Благодаря смущению и горе присутствующих родственников и друзей, думавших, что все уже кончено, никто не заметил по часам, сколько времени продолжалось это состояние. Но вдруг, без всякой предварительной перемены, Мисс Хатти открыла глаза, провела несколько раз руками по лесу, приподнялась на постели, и, обратя к матери испуганный взгляд, проговорила ясным, отчетливым голосом. «Где я была? Объясни мне, мама. Я ничего не понимаю. О, зачем я вернулась сюда? Я не хочу, не хочу!» Сестра первая спросила ее, «Что ты видела, Хатти?» «Я была далеко-далеко отсюда, и видела великое множество народа, много незнакомых лиц пожимали мне руку. И так были они рады меня видеть. Они сняли с меня кожу без малейшей боли, и я почувствовал себя гораздо лучше. «Мама, я опять вернусь к ним!» Мать возразила, «Как же я расстанусь с тобой, Хатти?» «Зачем расставаться? Мой дух всегда будет с тобой, и я буду знать все, что вы делаете». Затем она попросила, чтобы ей дали поесть. Съела кусочек и запила глотком вина. Ей попробовали предложить несколько вопросов, но голос ее так ослабел, что ответов не расслыхали. Когда же в комнату вошел ее доктор, больная весело спросила, «Что вы думаете теперь, доктор?» «О, все идет прекрасно! Вы скоро выздоровеете!» «Посмотрите, доктор! Я дышу так свободно, и вместе с тем мне так холодно! Холодно!» Вскоре после этих слов она подняла пальцы обеих рук к ушам и сказала, «Я не слышу, что вы говорите, доктор!» И через минуту прибавила, «Я теряю зрение, и я вас более не вижу!» Доктор, видя, что конец приближается, вышел, чтобы позвать недостающего члена семьи, а умирающая, обратив свой потухающий взгляд в сторону матери, проговорила радостным и необыкновенным нежным голосом, «Я должна теперь идти к ним! Прощай, мама!» Затем еще один последний вздох, и ее не стало. Кто осмелится утверждать, что больная бредила, а не получила по милосердию Творца возможность заглянуть в ожидавший ее мир блаженства и принести оттуда радостные вести для утешения скорбящих близких? А сиротелая мать говорит, что ничто так не облегчает ее горе, как воспоминания о последних минутах ее дорогой хатти. В своих записках «Русский архив» номер 6 за 1997 год граф Бутурлин рассказывает два следующих замечательных случая. Около Масленицы или в начале поста того 1828 года умер мощный еще по летам московский старожил Степан Степанович Апраксин при странном следующем обстоятельстве. Он сам предсказал свою кончину несколько дней вперед, потому что явился ему давно умерший приятель, его обещавший, как уверял Степан Степанович при жизни, исполнить такое предуведомление в подлежащее время. Это рассказывали тогда по Москве, и помнится мне, что тогда говорил о том в доме Чернышевых Яков Федорович Скорятин, когда Апраксин был труден, но еще жив. Об ожидании Апраксином явления ему тогда лица перед кончиной я знал с детства моего из рассказов о том Мальцевых. Понимайте, как хотите, но это так. Бывал я иногда у княгини Елизаветы Ростиславны Вязинской, матери Павлоградского моего товарища. Княгиня Елизавета Ростиславна, урожденная Татищева, внучка известного историка этой фамилии, рассказывала следующее о смерти деда. Жил он в своей подмосковной, и хотя был преклонных уже лет, но пользовался хорошим здоровьем. Став утром, в одно из воскресений он вошел в церковь и перед обедней сказал священнику, что желает немедленно исповедоваться и причаститься к святых тайн, потому что видел во сне, что он должен умереть в этот самый день, хотя вовсе не чувствует себя больным. Исполнив этот христианский долг, он после обедния пошел домой, напился по обыкновению чаю, после чего сделал последнее распоряжение, созвав всех своих семейных и прислугу, простился с ними, прилег, и послал за священником, чтобы собороваться или читать отходную над ним молитву. И вскоре потом испустил дух. Сообщена мне эта старец и Наталья Федоровна Крыловой. Помещенная ниже история произошла во Франции, в городе Марселе, много лет тому назад, и известно между тамошними жителями, как действительный факт. Последствием его было то обстоятельство, что все часы города были переставлены на час вперед. В окрестностях Марселя жил один состоятельный человек по фамилии Валет. Он происходил из старинного рода и женился на дочери марсельского мэра, которая славилась своей красотой и была прозвана Марсельской Розою. От этого брака родились две дочери и два сына. И когда эти дети стали подрастать, семья перебралась в Париж для их воспитания. Там у них образовался большой круг знакомых, и веселая светская жизнь требовала больших расходов. Марсельским поместьем Валета после отъезда владельца стал управлять некто Лебрён. И в следствии частых требований, присылки денег, притеснял своих подчиненных, чем возбудил в них ненависть к себе. Если бы Валет знал, какой дорогой сыной оплачивает свою веселая жизнь, он, вероятно, переменил бы образ жизни. Но ничего не подозревая, он и не думал менять ее. Одна же ночью Валет видит сон такого рода. Ему является его управляющий, покрытый кровью. И говорит, что он убит возмутившимися крестьянами, что труп его зарыт под деревом, которое он тут же описывает очень подробно. Лебрён просит при этом господина Валета немедленно приехать в Марсель и предать его тело земле по христианскому обычаю, так как иначе душа его не будет иметь покоя. Сперва этот сон испугал Валета и удивил ее своими точными указаниями. Но затем он убедил себя, что все это пустяки и не стоит обращать внимания. Через неделю он видит тоже. Перед ним появляется рассерженный Лебрён и упрекает его за то, что он не исполнил его просьбы. Валет обещает немедленно все сделать, но с наступлением утра ему кажется нелепым придавать значение сну. И он ограничивается тем, что пишет своему управляющему. Между тем, видение это снова повторяется, и опять Лебрён повторяет свою мольбу об успокоении его души. В заключении он дает Валету обещание, если он исполнит его желание, предупредить его Валета за 24 часа о предстоящей ему смерти, для того, чтобы он не умер неподготовленным. Валет обещал все исполнить, и на следующий день поехал в Марсель, где он не был уже в продолжении 10 лет. Семье своей он сказал, что едет туда по важному неотлагаемому делу. Оказалось, что Лебрён был действительно убит, и труп его зарыт под деревом на краю леса, как это было указано в видении. Все труды его разыскать убийц были тщетны, но зато он убедился в бедственном положении своих подчинённых и не остался равнодушным к их нуждам. Перенес всей семьи из Парижа в Марсель последовал вслед за его возвращением домой, и Валет снова стал жить в своём умении и сам вести дела. Прошло 8 лет, и когда в имении понадобилась перестройка, вся семья переехала в город к отцу госпожи Валет. Сам Валет давно перестал думать об обстоятельствах, вызвавших его переезд, и о бывшем когда-то видении. Однажды вечером, когда вся семья сидела за ужином и весело разговаривала, послышался сильный стук во входную дверь. Прислуживающий за столом лакей пошёл посмотреть, но никого не нашёл. Стук повторился с большей силой, и старший сын Валета сам пошёл отворить дверь. Но, как и прежде, лакей он никого не увидал. Когда стук раздался в третий раз, ещё сильнее прежнего, Валет вспомнил о бывшем у него видении и встал со словами «Я сам пойду, кажется, я знаю, кто стучит». Когда он отворил дверь, то увидал призрак своего бывшего управляющего, который ему прошептал, что в следующую ночь, в тот же час, то есть в полночь, он должен будет покинуть мир. Валет вернулся бледный и расстроенный, и, уступая общей просьбе, рассказал о том, что с ним было восемь лет тому назад и что сейчас произошло. Семья страшно перепугалась. Жена и дети на перерыв обнимали его и сами в слезах старались его успокоить. Тесть Валета, скептик, хотел повернуть всё дело в смешную сторону и вместе с тем старался придумать средство, которое могло бы рассеять вредные последствия страха смерти. И, наконец, дал приказание перевести часы в городе на час вперёд. Таким образом, думал он, когда пробьёт назначенный час и Валет увидит, что роковой час миновал и что ему не грозит никакая опасность. Он успокоится, и всё дело будет кончено. На следующий день Валет занялся привидением в порядок всех своих дел. Причастился и совершенно подготовился к смерти. Вечером сидел он в кругу своей семьи и прощался с нею, когда вдруг пробило 11 часов. Все молчали. Когда через час начало бить 12, Валет встал и произнёс, «Да помилует Господь мою душу! Час мой настал!» Он ясно слышал бой всех городских часов. «Неужели это был обман?» сказал он, наконец, видя, что смерти нет. «Дух обманул тебя», сказал с насмешкой его тёще. «Не думай более об этой глупой истории!» «Да будет воля Божия!» ответил Валет. «Я пойду к себе в комнату и буду благодарить Бога за спасение!» Данвельтесть его порадовался, что его хитрость так хорошо удалась, и простился с зятем, не подозревая, что прощается с ним навеки. Приблизительно около часу пробыл Валет в своей комнате, когда вдруг вспомнил, что в одном из шкафов осталась недописанная одна важная бумага. На пути к шкафу ему приходилось проходить мимо лестницы, ведущей в подвал. Услышав внизу какой-то странный шум, он направился по лестнице в подвал. Как только он туда вступил, вся та рука вонзила ему кинжал в сердце. И в ту же минуту раздал с собой городских часов, бивших час вместо двенадцати, предсказанных призраком. В подвале дома Данвеля прокрались воры, и когда они увидели, что их могут открыть, они поспешили покончить с несчастным Валетом. Таким образом, они оказались орудием судьбы. Мысли о смерти разбитый колокол издает неприятные звуки. Необходимо его перелить, чтобы он звучал приятно. Так и человек через грехи пришел в разлад не только с другими, но и сам с собою. И вот через смерть он преобразуется на лучшее существо, способное к стройной, приятной жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых. Кирилл Епископ Мелитопольский Что для человека всего ужаснее? Смерть. Да, смерть. Всякий из нас не может без ужаса представить, как ему придется умирать и последний вздох испускать. А как терзаются родители, когда умирают их любезные дети, когда они лежат перед их глазами бездыханными. Но не страшитесь и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос Спаситель наш Своей смертью победил нашу смерть и Своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе, воскресшем наше общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, которая настоящая временная жизнь есть краткий, хотя тесный и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как сон до дня воскресения или как рождение в новую жизнь. И так, торжествуя каждую неделю воскресения Христовы и свое воскресение из мертвых, учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно о умерших. Научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность. Из книги «Моя жизнь во Христе» про Таирея Кронштадтского Иоанна Сергеевой, том 2. «Живи так, чтобы всегда быть готовым к смерти». «Видишь, — говорит святитель Тихон Задонский, — что часы заведенные непрестанно идут, и хотя спим или бодрствуем, делаем или не делаем, непрестанное движение имеют и приближаются к пределу своему. Такова наша и жизнь от рождения до смерти. Непрестанно течет и убавляется. Упокоиваемся или трудимся, бодрствуем или спим, беседуем с кем или молчим, непрестанно течение свое совершаем и к концу своему приближаемся. И уже к концу ближе стало ныне, чем вчера и третьего дня. Всего часа, нежели прошедшего. Так нечувствительно наше житие сокращается. Так проходят часы и минуты. А когда окончится цепочка и перестанет ударять маятник, не знаем того. Промысл Божий скрыл от нас это. Да всегда готовы будем ко исходу, когда не позовет нас к себе владыка наш Бог. Блажен тот, его же Господь обрящет бдяще, а каянин тот, кого он в греховном сне погруженным обрящет. Этот случай рассуждения научает тебя, христианин, что время жизни нашей беспрестанно уходит, что прошедшего времени возвратить невозможно, что прошедшее и будущее не наше, но только то, которое теперь имеем, что кончина наша нам неизвестна. Следовательно, всегда, на всякий час, на всякую минуту быть нам готовыми к исходу должно, если хочешь блаженно умереть. Отсюда заключается, что христианин в непрестанном покаянии, подвиге веры и благочестия находиться должен. Каким, кто хочет быть при исходе, таким должен стараться быть на всякое время своей жизни, потому что никто не знает от утра, дождется ли вечера, и от вечера дождется ли утра. Мы видим, что те, которые с утра ходили здорово, к вечеру лежат на адре смертном бездыханными, и те, которые с вечера засыпают, поутру не встают, и будут спать до трубы архангельской. А что случается с другими? То же самое тебе и мне случиться может, ибо все подлежим, подлежат всяким случаям. Для чего сокрыто от нас время нашей смерти? Святой Иоанн Златоуус, толкуя слова апостола, «День Господень, как тач в ночи, придет», говорит, если мы хотим знать, для чего сокрыт этот день, и почему, как тач в ночи, так придет, то я, как мне кажется, справедливо скажу вам, никто никогда во всю жизнь своей не стал бы заботиться о добродетели, если бы этот день был известен и не был сокрыт, но всякий, зная последний день свой, совершал бы бесчисленные преступления, и уже в тот день приступал бы к купеле, когда бы стал отходить от мира сего. И действительно, если мы, не зная ни дня, ни часа скончания своего, несмотря на страх ожидания его, решаемся на бесчисленные тяжкие греховные деяния, то на что не решились бы, если бы знали, что еще проживем много лет на земле и нескоро умрем? А так как мы не знаем, когда, в какой день и час умрем, то и должны каждый день так проводить, как бы ожидали ежедневно смерти, и при наступлении дня помышлять, не сия ли день будет последним днем жизни моей? И при наступлении ночи говорить самому себе, не сия ли ночь будет последней ночью моего пребывания среди живых? Отходя ко сну ночному, говори себе мысленно, стану ли живым с ложа моего, увижу ли еще свет дневной, или уже сей одр будет гробом моим? Равно, и воспрянув от сна, и увидев первой лучи света дневного, помышляй, доживу ли до вечера, до наступления ночи, или сейчас смертный наступит для меня в течение сего дня? Помышляя так, проводи весь день, как бы уже готовясь умереть, и вечером, отходя ко сну, исправляй свою совесть так, как бы имел ты всю ночь предать Богу дух свой. Погибелен сон того, кто заснул в грехе смертном, небезопасен сон и того, чей водор окружает бесы, выжидая случай увлечь душу грешника в деберь огненную. Худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом, ибо если в том случае, когда мы чем-либо оскорбили ближнего, апостол говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем.